Мы возвращаемся в Москву И в жуткую жару Спартак больше часа демонстрировал большое преимущество над соперником Которое тоже, надо сказать, очень непросто Плюс к тому, Дмитрий Оленичев после победы над Арсеналом Я понимаю, что пребывал в хорошем расположении духа Высказался, что мы постараемся показать хорошую игру Точно хватит времени на восстановление, потому что очень хотелось выиграть тогда И я думаю, что это все правда Кстати, почему так вот, как будто к пидстопу подруливал спартаковский автобус Обещали ему рассказать Но пробки, господа, пробки И вот только немногим больше часа до игры оставалось Когда вот на всех парах машина эта подкатила спартаковцев к матчу Сейчас ничего, сейчас все хорошо Мы видим прекрасно 25 градусов, 50% влажность И ветер практически отсутствует, так что все нормально Ром, но мы должны сделать еще одну вещь Мы должны представить нашего коллега Романа Нагучева Который ждет своего часа укропки поля Ром, привет Здравствуй, Юр, здравствуй, Ром Здравствуйте, уважаемые телезрители Действительно, самое время поделиться впечатлениями О начале этого матча К сожалению, не очень много зрителей Но это объяснимо Во-первых, пробки никто не отменял Будний день, в конце концов, если даже спартак Давай, давай, ребята, пошли, пошли, мужики, пошли Ну, собственно говоря, намеченным своим графиком То чего уж говорить о простых зрителей Так что их можно простить В остальном мы видим на экранах под трибунное помещение А прямо сейчас рядом со мной пробегут, пройдут футболисты и арбитры Они уже готовы Улыбается Артем Ребров Гораздо более сосредоточены футболисты АЕКа Они сегодня аутсайдеры По крайней мере, на бумаге Андердоги, это называется так У букмекеров команда, на которую не ставят Которые предрекают, в общем-то, поражение Ну и команды вышли уже Я напомню, это третий квалификационный раунд Лиги Европы Если Спартаку сегодня, ну, посчастливится, удастся Он сам этого добьется Выйти в следующий раунд То это будет уже последний раунд Раунд плей-офф И это уже Лига Европы, как говорится, настоящая при всех своих шапках То есть туда надо проходить Мы все сейчас очень быстро аппетит нагуливаем Да, вечер Ростов там очень здорово в этом деле подсобил В проходе Краснодара никто не сомневается Так что, в принципе, настроение очень бодрое у всех Но пора нам переходить к составу команд Мне кажется, так, Ром, да? Да, совершенно верно И давай ты со Спартаком, а я с АЕКом Потому что в составе этой команды очень много испанских футболистов И тренеры испанские Да, и за ними, конечно, интересно наблюдать Артем Ребров, он сегодня капитан команды Я напомню, во-первых, первый матч чемпионата России Глушаков был капитаном Но сегодня в центре полузащиты играют Фернандо и Зобнин Вот Глушаков сегодня пока на скамейке запасных Пять защитников, будем говорить так Макеев, Кутепов и Бакетти в центре Ещенко и Камбаров по краям То есть схему не меняет Оленичев сообразно той, которая была против Арсенала Фернандо и Зобнин в центре поля Уже говорилось, атакующие трио Ананидзе, Промес и Зе Луиш Ну как ты кого-то из них изменишь? Прости уж, пожалуйста, продолжу, Ром, да? Главный судья сегодняшнего матча Александр Харкам из Австрии Ну и, естественно, вся бригада из Австрии Андреас Вичник и Андреас Штаудингер Два линейных арбитра Линейный запасной судья Андреас Коллегер Тоже из Австрии Ну и инспектор матча Алан Фрилан из Шотландии Да, ну и делегат матча Дарюш Цекановский Из Польши Вообще любопытно, что у главного арбитра Сегодняшней встречи Александра Харкана Все ассистенты по имени Андреас Кому бы он не обращался Любой может отреагировать Ну и, конечно, состав команды АЭКС, которой работает Басский наставник Имманоль Идьякес В воротах под 15 номером Сегодня появляется на поле Рубен Миньо Шестой Давид Катала Пятый Даниэль Мойсов Восемнадцатый Андер Мурильо Семнадцатый Хуан Маортис Десятый Жуан Томас Тричковский Седьмой Корки Аверианеда Четырнадцатый Владимир Болевич Девятый Андре Алвес Одиннадцатый номер ТТ Семь испанцев Сегодня в стартовом составе Кипрской команды Ни одного киприота Как бы вы могли догадаться Один бразилец Один черногорец И два македонца Вот такой АЭК сегодня Это нынче настоящая Христо классная команда Да-да-да Вот вам лимит на легионеров И прочие другие истории Ни одного киприота В составе АЭКа Который играет в Еврокубке Сейчас на поле нет Давайте еще, Ром, тебе отдадим Так впечатление Вот этот баннер на тебя произвел Который там, а? Ну очевидно, что спартаковские Болельщики ждут Появления своей любимой команды В Еврокубках Они ждали этого очень давно И естественно Такой красивый автобус Трибуна Все как положено Там сломанная надпись Варшава То есть Сделано все, чтобы дать понять Спартак возвращается в Европу Всерьез и надолго Ну и конечно этот грандиозный баннер Ну спартаковские Болельщики вообще в этом смысле Могут претендовать на то Чтобы конкурировать Скажем за первое место По перформансу И сегодня они Ну ничем бы не уступили Тем же самым фанатам Легии Да? Вот из Варшавы Которые переехали на этом автобусе Потому что у Легии тоже есть В этом смысле определенные традиции Ну и кроме того Ром, у меня просто напрашивалось Я с твоего позволения вернусь к арбитрам У Юрия Розного тоже сегодня Все помощники По одному и тому же имени Да, это правда Это правда Но арбитров трое А нас с тобой лишь двое Так или иначе Могут загадывать желание Такое эфелерное И пока желание, чтобы Спартак не пропустил Вот в этой атаке Потому что Айк достаточно бодро бежал вперед Бодро бежил вперед И в первом матче Клуб из Кипра Очень здорово использовал фланги Я думаю, что эта схема Вот с тремя центральными Она во многом вследствие того Что в первом матче Под устав особенно к концу Спартак фланги-то не стерег И именно туда отправляя мячи Футболисты Айка Ну, не будем так говорить Что создавали много моментов Но мячи в штрафную доставляли Спартаков за смячом Макеев направо В первом матче Ленчев играл с четырьмя защитниками Потом уже против Тульского Арсенала Продемонстрировал схему Которую мы видим и на поле У Спартака сегодня Борется за мяч С Квинси Промесом Один из защитников Айка И пока надо сказать, что борьбу Соперники красно-белых выигрывают Длинный заброс вперед В направлении 12 номера Это македонец Иван Тричковский У которого, между прочим Опыт выступления в Юрокубках Уже имеется И здесь Камбаров ушел Было вперед Его тут поджимал Хуан Муортиз Но Камбаров вернулся вовремя Зобнин теперь с мячом Передача с большими претензиями Я скажу так, да? Но, может, от того и не слишком точна Камбаров Джано Не решается на длинный перевод И правильно делает Это через пол поля Попробуй мяч, пошли В прекрасной форме находится Джано Он забил прекрасный гол Айку в первом матче Он оформил дубль в стартовом туре российского чемпионата То есть две игры позади И уже три забитых мяча Это лучший бомбардир Спартака И всего нашего российского сезона На данный момент Ну а что касается Айка То чемпионат Кипра пока не стартовал Однако Айк уже успел провести Четыре официальные встречи Только представьте Свой путь в этом розыгрыше Лиги Европы Айк начал аж 30 июня Когда все мы с вами еще следили за чемпионатом Европы Зелуиш пытается открыться Но очень внимательно их и качественно страхуют друг друга Защитники гостей И Катала выносит мяч вау Катала это вообще самый опытный футболист Айка 36 лет Испанскому капитану кипрского коллектива Нельзя сказать что за какие-то он яркие команды играл В Ла Лиге высшим элитам испанского дивизиона Но конечно это главный авторитет Не побежал австрийский судья к месту событий Был далеко Посмотрел на своих ассистентов Те молчат Поэтому игру не остановил Но Спартак довольно быстро возвращает себе мяч Дмитрий Камаров Назад Спокойненько В отличие от первого матча Айк садится на свою половину поля всей команды И очень-очень споро Едва потеряв мяч А наставник Команды из Кипра Прыгает там так Как будто он сам готов выйти на замену Не очень хороший пас А Джанона промется Поэтому сразу не пробьешь Передача одна-вторая Ну и что будет дальше делать Роман Зумнин Пытается переадресовать мяч промесу Тот отскакивает Оказывается в ногах Андрея Ещенко Довели все-таки до промеса мяч Спартаковцы в этой атаке Ну и дальше очень внимательно игра Защитника и капитана Айка в этой ситуации Ну вот и наставник команды Представляющий Кипр Иманой Идьякис Который совсем недавно ее возглавил Наседает Спартак Промес с мячом Зелуиш Далековато отпускает мяч Но надо повтора ждать Мне кажется фолл был Но настолько еще раньше Там Зелуиш начал Этот фолл искать Что в педагогических целях Арбитр игру не остановил Давай посмотрим Мне в динамике Далековато отпустил мяч Тоже показалось Что нарушение правил Зелуиши все-таки было Было раньше Но Спартак не останавливается Не владели красно-белым мячом Правда потеряли его На чужой половине поля И может получиться контратака У Айеков Здесь Пакетти Не сумел здорово попасть в мяч И смотрите какой момент опаснейший Но удар Плохой для Андрея Алвеша А это хорошо для Спартака Бразильский нападающий Выходил По достаточно острым углом Но все-таки Это была прекрасная позиция И конечно здесь нужно отметить То что он Дали Спартаковцы После потери мяча На чужой половине поля Так толково провести Эту быструю атаку соперника Наверное это напоминание О том Вот удар не получается Но тоже так Ты знаешь Попытка ударить в касание Это тоже отъем времени Да У Артема Реброва А вдруг лег бы на ногу Мог бы и забить Это нам напоминание о том Что моменты ворот Спартака Могут возникать в матче с любой командой Пока что вот цементной крепости Оборона красно-белых не демонстрирует Ни в одном поединке И тот же Арсенал в первом тайме Создал уж никак не меньше Нежели Спартак А плюс к тому Все-таки Как мне кажется Потому что на старте сезона Быстрый гол входит В планы Спартака С Арсеналом не стал этого Ленча Даже и скрывать А сразу после этого опасного момента У ворот Спартака Главный тренер АЕКО Достал какую-то бумажечку И в советах со своим помощником Записал какую-то фразу Потом посмотрел на меня Понял что я подглядываю У меня еще здесь красно-белый галстук Как раз специально к игре приготовлен Он понял что я могу подслушать Или подсмотреть И немедленно спрятал в задний карман А потом пошел к границам технической зоны Правда это не носило какой-то враждебный характер Он улыбнулся И потом только покинул свой окрест Ну после матча можно будет спросить Что же там было изображено Кутепов с мячом около своей штрафной площади Делает длинную передачу вперед Конечно Зелуиш должен побороться за этот мяч Зелуиш прекрасно За свои задачи справляется Справа от него был Промес И мяч остается у Промеса Дальше перевод в центральную зону По левому флангу подключается Дмитрий Камбаров Но Джано решил сам пробить И Рубен Миньо мяч фиксирует Большое дело когда человек понимает Что фарт с ним Что все получается Что игра идет Это конечно добавляет уверенности в себе И я считаю что в этой ситуации Тут красиво конечно Баскетбольный такой клип Высоченный прыжок Зелуиша Я про Джано Бьет неведая сомнений Абсолютно 20 небольших доворот Удар есть В створ мяч летит Но он попадает Раз попадает надо быть Рубен Миньо сейчас в центре вашего внимания Это вратарь АЕКО очень любопытно Совсем недавно Его судьба пересеклась С тренинской биографией Валерия Карпина Потому что Рубен Миньо Был одним из тех голкиперов Которых Карпин тренировал В испанской команде Майорка Но вообще Рубен Миньо Это воспитанник Барселоны Там всегда ценились вратари Которые умеют играть ногами Так что Рубен Миньо Даже выступая в чемпионате Кипра Спокойно может мяч опустить И сделать передачу Одному из партнеров Располагающихся неподалеку АЕКО большой группой футболистов Идет на чужую половину поля Корхе Аверьянеда Передача Но здесь, к счастью Для красно-белых Положение вне игры У Хуанмы Уртиса АЕКО смело атакует Большим количеством игроков И в первом матче Спартак там придавливал серьезно Спартак создавал моменты Это точно команда не трусливая Она знает себе цену Она играет как играет Свою игру атакующую Она покажет Ну, кстати, состав АЕКО Не сильно изменился В сравнении с тем Что было в первом матче Всего одна замена Но и мы видим Что АЕКО сегодня пытается В общем-то Несколько копировать Спартак Потому что тоже играет С тремя центральными защитниками Временами, да Такое ощущение складывается И Маноль, и Дьяки С двумя игроками Которые готовы Всю бровку покрыть Ах, Зобнин красавец Хотел Искал пасом партнера Потом увидел Что зона есть На дриблинге туда мяч довел Продолжает Спартак Атаковать Дмитрий Камбаров Но мяч вылетает Из-за предела штрафной Это не страшно Атака продолжается Промес На углу штрафной Дерает передачу над Жаной Ответный пас на Промеса И какой же умница Промеса в этой ситуации Не был зафиксирован Он сразу Отдав мяч Побежал в чужую штрафную площадь И практически там его получил Многие вспомнили Я думаю Момент нахождения Промеса на углу Как собственно Спартак Забил первый мяч В ворота Арсенала Да, это тоже была Ну там Зелуиш Принимал участие Но все равно двоечка была Между Промесом и Жаной И обводящий удар В дальний угол Ну вот теперь ответ Со стороны гостей Тричковский оттянулся Чуть назад Открыл для бразильского Нападающего Центральную зону Спартак в фланге перекрыли По крайней мере там Оттуда пока что Айк к воротам Реброва Не подбирается Сыграно без балла 10 минут Счет 0-0 Устраивает московский Спартак У него есть гол Забитый на чужом поле Но все-таки Представить Спартак Играющий 0-0 Достаточно сложно Спартак нас привлечил К тому, что он и сам Любит забивать И пропустить действительно Может опасную атаку В любую секунду Мойсов Назад передача Там поднимает руку Тричковский В глубочайшем Овсайде находившийся Поэтому резонно Что пас идет не ему Кстати хорошую сейчас Передачу из глубины Андер Мурили Один из центральных Защитников сделал И ТТ на левом фланге Постарался за мяч побороться Но в итоге Потеря Зелуиш На всех парах Мчит вперед От одного соперника Уходит Делает должную передачу Над Жаной Дальше заброс Направление Квинси Промеса тоже штрафной мяч Обработал Но он оказался У него под левой ногой А не под правой Передача назад На Дмитрия Камбарова Тот горцует Штрафной площади Возвращает Промесу Ну и пробить уже пора Все-таки Овсай Смешно Да у Промеса Оказался мяч под левой А потом у Камбарова Как раз под правой Но Все немножко Пока не так Ну судя по тому Как видел себя Наставник Кипрской команды Он больше переживает Нежели Дмитрий Ильич Потому что он постоянно На ногах Да, Ром? Да, он не просто на ногах Он там пытается Что-то подсказать Причем не ближним А дальним Но я помню Разговаривал с Игорем Семшовым Который сказал Что все это бесполезно Ничего не слышно И самое главное Ну В принципе Понять Что от тебя требуется Еще в самом начале матча А все остальное Это для того Чтобы в большей степени Тренер находился В сам В тонусе И очевидно Что испанский наставник Аека Этот тонус поддерживает Вместе с игроками Конечно Я думаю Если сравнять его С Олегом Он просто поюжнее Имеет наставник Аека Да и выиграл поменьше Поэтому Как говорится Хуже умеет держать себя Вот и все Пожалуй, да У него вообще Очень скромная биография Причем как и Гродская Так и Тренерская Он начинал с того Что был наставником Команды Реалса Съедат Б То есть это молодежный состав Этого пасского коллектива Ну а дальше Тоже как-то не сказать Что прям заладилось Комбаров Смещается в центральную зону Делает передачу На Квинси Промеса Ну и дальше Судя по тому Как бежит за этим мячом Ортис Он должен остаться У Спартака Но он пересекает Боковую линию Поэтому не угловой Кстати Корнеров пока еще Не было сегодня Комбаров успел Посмотреть штрафной Увидел Что сделаешь там И спокойно Уже примеривался К подаче Комбаров Сто процентов точных передач Из них Четыре пятых обостряющие Собственно Он диспетчером стал Сразу Да Да Так что если вес у него Может быть и лишний То класс у него Нужный Как раз для Спартака Ну и вот болельщики Красно-белых Многие из которых Сейчас оживились Призывают свою команду Идти вперед Но действительно Все-таки хочется увидеть Еще одно попадание С торворот Мы помним эпизод Когда пробил Джану И Рубен Миньон Айек выручил Но все-таки надо Какое-то внимание Да Проявлять Потому что бегут Минимум 3-4 футболиста У Айека вперед И вот тот самый случай Когда пойдет кросс На другой фланг А там уже Макеев Успел оттянуться Ларена Вперед на Охорхе Авериан Эдум Тут долго Долго смотрел Кому же делать передачу В итоге сыграл поперек поля Но зато надежно На своего партнера Теперь по снизам Кутепов мяч перехватывает Дальше Евгений Макеев И попытка выйти из обороны Длинные передачи И на этот раз не на Зелуиша А в направлении Квинси Промеса Ну как здорово На скорости Мяч удается обработать Дальше передача на фланг Там Промес Чуть-чуть назад В недодачу На Зелуиша Он тут может пробить Бьет по воротам Просит врывавшийся в штрафную Жанону Что ж ты мне не отдал Но если бы на полном ходу Вот смотрите По месту левого инсайда Сейчас будет врываться в штрафную Седьмой номер Спартака И просит передачу Вот Но если бы на всем ходу Зелуиш умел бы Отдавать такие передачи Наверное играл бы Сейчас уже По-английски Премьер Если не в Барселоне То в Пари Сен-Жерме Ну я не знаю Человек работает назад Помогает Громадный объем Прыгает как баскетболист Если бы он еще обрабатывал мяч На полной скорости До передачи раздавал Да Он абсолютно с тобой согласен Окажись сам Джано На позиции Зелуиша Он бы точно делал передачу Вот как раз партнеру Вот так грамотно В бегавшему штрафную площадь 14-я минута Уже завершилась 0-0 По-прежнему матч Между Спартаком И кипрской командой АЕК Еще раз напомним Это третий Курифционный раунд Лиги Европы Пока без голов Ром А что скамейка Спартака Абсолютно спокойная Абсолютно спокойная Дмитрий Оленичев Здесь обменивается мнениями С Егором Титовым Редко поднимается На самом деле Но пока что-либо поправлять К 15-й минуте Вот прям по-настоящему Так как делает это Испанский наставник АЕК Не нужно Дмитрий Оленичев Перед матчем Был кстати в превосходном Расположении духа Нам с ним удалось пообщаться Но сразу после этой атаки Продолжим Камаров Это подаёшь Товтой удар Опаснейший Болонесён Но не попадает Створ в ворот Ой-ой-ой Какой шанс Упускает Спартак Ещенко да Кажется там открылся Везде не хватило по чуть-чуть Да Зелуиш немножко не допрыгнул А Ещенко Ну давай смотреть Он тянулся к этому мячу И поэтому Ну как-то вот Не до конца подстроился что ли Ну пас великолепный Отдаёт Камаров И Ещенко очень здорово Открывается Мы видим что ошибается Оборона Айка Потому что Ещенко Дают возможность Так принимать мяч На линии вратарской Шикарный шанс Спартак к сожалению Упускает Вообще с тем громадным Объёмом С тем движением Которое Ещенко Демонстрирует В любой команде За которую бы он не играл Будь то сборная или клуб Вот Мне представляется Что для Спартака Это очень серьёзное Усиление Я не боюсь так сказать Да Тем более Кирилл Камбаров Брат Дмитрия Камбарова Команду покинул Теперь он выступает За Том Из Томска Ей Сергей Паршевлюк Но нужен был кто-то ещё И этим кем-то стал Ещенко И теперь даже непонятно Возможно по ходу Всего сезона Именно Андрей Будет основным игроком Одобрал Спартак мяч На чужой половине поля Джано сделал передачу Здесь Хотел ему мяч вернуть За Луиш Причём очень изящно Пытался это сделать Ну и дальше Тричковский Покатают здесь мяч Кипрёты Как они думали Катала Что-то Товсайд Свистнули про мясо Да Да Углядели положение вне игры Вообще никак не успокоится Испанский наставник Аека А он нигде В принципе не успокоится Или помнишь Как говорил Тихонов Я у Грюмой намного мрачнее И наверное вот то же самое Если он бы Это он спокойный ещё Вы ещё не видели Это ему ещё нравится Говорит У вас в Москве здесь прохладно Поэтому можно вот так вот побегать У нас-то на Кипре Плюс 40 Плюс 42 Там надо сидеть в тени А заброс-то прошёл Флаг поднят Флаг поднят Отбой Можно успокоиться Ром, можно я вклинись в эту сентенцию Относительно погоды Потому что как раз разговор о погоде Мы с Дмитрием Антоновичем продолжали И там была история Что матч перенесли на 6 часов дня По местному времени Как раз ввиду решения президента Кипра И диалог между мной и Дмитрием Оленьевичем Завершился фразой о том Что надо было бы и нашему президенту Так сказать вмешаться И назначить матч в Оренбурге В 3 часа дня Где там сейчас плюс 43 Тогда может быть Кипр тоже Два раза такую кипрскую погоду Они могли бы и не выдержать Их же оружием их победить Дмитрий Оленьевич засмеялся Дал 5 Именно на этом мы разошлись Каждый по своей позиции Ещенко с мячом Макеев В центре открывается Фернандо Ему передача Очень аккуратно Нежно даже, скажу Переводит на бакете Но уже успели отойти назад Игроки Айка Все зоны вроде бы перекрыты Но это вроде бы За Луиш У Спартаксов-то много Классных игроков Которые эти самые зоны Умеют создавать И мы видим, что все-таки Спартакс Все значительно более Классные исполнители Это мы наблюдали И по ходу первого матча И сегодня тоже Дмитрий Камбар Отвечается в вторую зону Парать все-таки чуть-чуть Но все равно неплохо Бьет Зубнин Ну вот примерно как Джанон Несколько минут назад Четко по центру Прямо в руки Рубену Миньо Да и ничего 18 минут сыграли Вся игра между Центральным кругом Поступами к штрафной Миньо И Спартак Уверенно себя чувствует Пока что Да, но все-таки Воспоминания Боречков О том, что было здесь В 2011 году И в 2013 Остаются Ну не конкретно здесь Это было на стадионе Лужники Это были поражения От Сангалина и Леги Причем там были Схожие истории Ничья в первом матче На чужом поле Потом казалось, что Спартак фаворит Но Спартак уступал Поэтому Сегодня важно Не наступить На те же гравли Можно владеть Инициативой Но важно и забивать Потому что вот такие Атаки у Айека Периодически проходит Здесь снова было положение Вне игры На этот раз У ТТ Хотелось повтор посмотреть Давай Ром глянем Потому что вот Их кабина комментаторская У меня некоторые сомнения Были по части Оффсайда Нет, пожалуй, был Кажется, что да Хороший повтор Очень грамотно Пострижена трава На открытии арене Которая здесь нам Тоже чуть-чуть Помогает В определении Оффсайда Кутепов Делает передачу На Евгения Макеева Дальше Роман Собнин Ну вот так вот Спартак Через короткий пас Пытался выходить Со своей половины поля Ему по факту Это удалось Хотя моменты были Некоторые тревожные Джано Можно делать пас Было в свободную зону Сразу Джано не стал так поступать Потом Вновь не фиксирует фол Австрийский арбитр Что Вызывает определенные Удивления Как здорово разыграли Если бы сейчас Алвис мяч пропустил То у Спартака Были быть большие неприятности Не почувствовало Ну и хорошо Не почувствовало Не почувствовало Ну на повторе Посмотрим На не сейчас Чуть попозже Но если бы Алвис сейчас мяч пропустил Он бы играл в одной команде С Луишем В самой мифической команде Какого-то хорошего Европейского чемпионата Не то, конечно Не то, что нарушение правил Мне тоже так кажется Мне тоже так кажется Все-таки Не дали Джано пробраться дальше С мячом к воротам Ну иными словами Это просто уже теперь Окончательно понятно Что судья из Австрии Всякого рода Контакты Не очень жесткие Свистеть Сегодня не намерен То есть если есть возможность Стоять на ногах Надо бы на это делать Пакет тем Спартак зажимает соперника У его штрафной площади Камбаров Передача на городке Джануа Опять оказался на газоне И вот здесь А здесь-то зачем свисток Это подлое достаточно Во-первых Польза проведившегося Да Если остановил игру То надо желтую давать Потому что как сказал Роман Гудсайд А зачем тогда свисток Действительно атака продолжалась Промес уходил На ударную позицию А желтенькая здесь Вполне смотрится Она даже смотрится Потому что удар Понадье Даниэль Мойсов Нанес Понадье Джано Уже после того Как ползачитник Спартака с мячом Расстался Ну давай Квинси Наказывай Но он отсюда и пробить может Запросто Я даже думаю Что так и будет И забивал Ближний угол Мне кажется Миньо тоже об этом знает То что ближний угол Приоткрыл Как будто бы нарочно Ну удар состоялся Действительно Испанский вратарь Кипрской команды Был к нему готов И вот первый угловой Спартак зарабатывает Ну промес Конечно все-таки Он был далек От девятки ворот Миньо Поэтому так Легко было Галкипу Разыгрывать нет Подавать будет Дмитрий Камбаров А камера ловит Вот этих самых ребят Которые наиболее опасны В Бакетте И вслед за ним Зе Луиш Ну а там еще и Кутепов Пришел Так аж привстал Егор Ильич Ну что Чуйка какая-нибудь Особенная Это заготовочка Продемонстрирована Спартаком Дмитрий Камбаров Делал передачу На Джано Который был За пределами штрафной площади И Джано Бил в одно касание Рома А как Дмитрий Оленчев Отреагировал на этот розыгрыш Стандарта Ну он так привстал Чуть-чуть улыбнулся Очевидно Что это было наиграно И очевидно Что все действующие лица Справились Наверное Только осталось Гол забить В остальном Как будто бы все по плану Вот мне не покидает ощущение Что Дмитрий Оленчев Как и Егор Титов Как и Вот сейчас они кстати Вместе встали Чтобы Ну может быть Промесу подсказать Каким-то образом Или дать понять Что атака может быть Гораздо опаснее В случае отбора Ну в общем дали понять Что момент очень важный Но снова присели То есть все это у них Синусоидно В отличие от Скамейки Спасных Аек Которая Уже в полном составе Прыгает Скачет Веселится И некоторые реплики Даже мне Которому испанский язык Незнаком Вполне Понятно Но Аеку Нужно забивать Это тоже Всем нам Ясно Было С самой первой секунды Этого противостояния Вновь Аек Большим количеством Игроков пошел На чужую К чужой штрафной площади Давид Каталан Покатил мяч назад В итоге Отлетает он К Даниэлю Мойсову Тот на правом фланге Действительно Три центральных защитника У Аека И все это наверняка Сделано для того Чтобы помешать Зелуишу и Промесу Легко проникать В сторону Ворот Робина Миню Ну а мяч контролируют Хорошо Игроки Аека Ну вот что значит Испанская школа И испанские требования Вообще Семь испанцев Сегодня в стартовом составе Этого коллектива А всего их Десять в заявке На турнир Мойсов Опенизом Заводную зону Так они пытались Играть и у себя Да Спартак пока что Очень внимателен Сейчас идеальная Абсолютно работа была По ускорявшемуся И пытавшемуся ворваться Жану Томасу По ките Кутепов Перевод на левый фланг Здесь Дмитрий Камбаров И остается мяч у красно-белых Камбаров очень часто Помогает своей команде Зарабатывать ауты Да Обыгрывать не всегда получается Вот сейчас Фернандо Был Более проворен Тричковский в этой ситуации Но дальше пошла неточная передача И в итоге на скорости Мяч подхватил Ещенко Если бы сейчас еще смог Налево развернуться И на Джану отдать Может быть и так неплохо Промес на дальнем углу Штрафной площади Играет с Ещенко Тот проходит дальше И прострел пытается сделать Я думаю Это вот в том эпизоде Когда-то призывал Все-таки Зелуиш Давал возможность Офсайда избежать Чуть-чуть затянул с паса По этой причине Возможно А у нас будет Удар от ворот Который исполнит Рубен Миньо Андрей Алвиш Крупным планом На вашем телеэкране Один из легионеров Представляющих Дания За рубежем Бразилец Андрей Алвиш Девятый номер Центральный форвард Команды Аек Из Ларнаки Но он пока Свои шансы Пытается искать Исключительно в контратаках Свободная позиция Но придумал Отскочил немножко Промеса Получил тот же От Камбарова пас Ещенко Обработал плохо Но едва еще и кашу Из этого не сварил Да У Ещенко сейчас мог Неожиданный Очень эффектный Финт Получиться Мяч просто попал Ему в левую ногу Но практически смог Ещенко потом Оббежать Одного из защитников Кипрского коллектива Я бы не сказал Что перевес Спартака Подавляющий Но он весьма заметен И уж давление Точно оказывает На оборону соперника Хозяева Не шуточная Иными словами Романы Пора забивать Согласны? Пора Пора Рома ответил И за меня И за себя Получилось так Но лучший момент У Спартака Был как раз Тот самый эпизод Когда после передачи Камбарова Не смог попасть В торбород Ещенко В общем это была Абсолютно точная Голевая ситуация А их с мячом Тричковский Играет налево Катала В центральную зону Владимир Болевич Перевод на правый фланг Здесь мяч Подхватывает Хорхе Авельяне И вновь центр На Македонского Ленина Черногорского Полузащитника Владимира Болевича Ну вот Фернандо Еще одно умение Демонстрирует Оказывается Он и с арбитрами Любит поспорить А ты слышал сейчас Насколько трибуны Были недовольны То есть вот Подобные фолы Там Вблизи Штрафной соперника Арбитр не свистит А здесь центральный круг Вот ничего Особенно Перехват хороший Вот тебе Фернандо Поговорил за арбитром Как сильно прибыло Но теперь Спасов не примахнись Нет Не смог перебросить Не смог перебросить Даниэля Мойсова Хотя очень здорово Фернандо сейчас Мяч перехватил Бежал конечно Потом тяжеловато Одного игрока Не хватило Потому что побежали Как Давид Чебухаров С Осьмона Влево-вправо Промеса За Луиш Ну далековато До одного До второго Еще бы кто-нибудь Поддержал бы Фернандо Было бы проще Было бы проще Но если бы он Перекинул мяч Через Даниэля Мойсова Все равно Получилась опасная Быстрая атака У красно-белых Вновь борьба за мяч В центре поля Очень самотверженно Действует Андер Мурильо Далеко вперед Выбивает Дальше Ещенко Но сбрасывает Точные ноги Сопернику Авеляне Да Ортис Ортис прячется На фланге Но он умеет Умеет и может Ну и партнеры Сейчас должны открыться Для того чтобы Ортис мог Сделать передачу Вперед Но этого не произошло И поэтому Только лишь поперек Полина Владимира Боревича Мяч был направлен Каталам Дальше налево Тричковский Тричковский В начале матча Постоянно оказывался На позиции Одного из центральных Нападающих А в последние мгновения Ты встречу Он все глубже действует Что тоже логично Потому что До центра форварда Андре Альвеса Мяч у Айка Вообще не доходит Бакет Те Широким шагом Пошел вперед Мяч подобрал Ух ты С нерабочей ноги Какую передачу Хорошую Дмитрий Кобаров Делает И дальше же Оно на промес Ацелуиш Разворачивается И правее Оставляет мяч Промес Вот он бьется Шустрый промес Пытался очень быстро Принимать решение В этой ситуации Но попал мячом Соперника Макеев Забрасывает дальше И неудачный рикошет От Романа Зобнина Мяч улетает За пределы поля Обидно может быть Очень хорошую динамику В последние минуты Этой встречи Поддерживал Московский Спартак 28 с половиной Уже позади И по-прежнему Нули На табло Открытия арены Ждем По-прежнему ждем Первый Еврокубковый гол На этом стадионе И конечно хочется Чтобы его забил Именно Спартак Пакетти Ну Пакетти Это заметно Даже по сегодняшней встрече Он значительно Более комфортно Чувствует себя В ситуации Когда нужно Начинать атаку Первым пасом Если мы сравним Его с Макеевым Или Кутеповым Поэтому неудивительно Что именно через Пакетти Который сейчас Вот вы видите Обращается к Камбаровой И просит его открываться Под пас А Камбарова говорит Подожди дружище Я ждал передачи на ход Почему что ее не сделал Но больше всего Внимание Камбарова Уделяет главный тренер Аека Который постоянно Подсказывает Что здесь Камбаров Тянет фланг В гордом одиночестве И постоянно Оказывается один Вот как сейчас И Камбаров снова с мячом Теперь уже смещается в середину И один Совсем один Вот туда же подсказывает За Луиш Ну то есть В данном случае Мы с испанским тренером Видим одно и то же А вот футболисты Пока разобрать толком не могут Кто должен где быть В тот или иной момент времени И поэтому У Спартака есть свобода На ревом фланге Ну Ортис вроде бы возвращается Вот сейчас Именно он выбивает мяч у Камбарова Но действительно Не всегда хватает плотности На этом участке поля А Ещенко на все буквально Кроссы На все передачи Отпекается И кстати в варианте Когда Промес бил Поворотом Он мог бы и направо Сыграть мне даже казалось Что рывок Ещенко Заслуживал того Но если После каждого рывка Бесконечно Да его награждать мячами Только он один И будет атакой завершать Пока в центральном круге Борьевич Авельяне Да Не стал сам идти вперед Делает передачу В направлении Андре Альвеса И точно в ноги Ему мяч пустил А потом Альвес конечно Плохой пас делает Тричковский открывался Под передачу Но Альвес не точно Ее исполнил А вот в пользу гостей В общем и те и другие Закрыли фланги Просто закрыли Завинтили Затянули гаечным ключом Как дверь на подводной лодке Да 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 И пока Именно поэтому Мне кажется Подходов не так много К воротам При том что Спартак конечно Активней И давление на ворот Соперника Ну так чисто теоретически Кажется что должно Дать результат Вот Ну еще раз скажу Что это самая опасная ситуация Потому что команда Которая создает моменты Которая больше владеет Мячом Которая регулярно атакует Она как раз Начинает постепенно Успокаиваться Даже не забивая Потому что кажется Что игра у нее Получается Но если ты в этой ситуации Пропускаешь первым То тогда соперник Закрывается На сто процентов И там уже не только мяч Там никакая вода Никуда не проскочит И вот тогда Спартаку будет тяжело Поэтому Расслабляться Ни в коем случае Сейчас нельзя Надо забивать Кстати здесь не было Нарушения правил Кабаров очень плотно Поставил ногу И сделал передачу А вот Соответственно Футболист Аека В этом смысле работал Недостаточно плотно Прижатым Голеностопом Вот и получился Этот стык Кстати арбитр Думает ровно так же Потому что пока Спартак владели Мячом Он игру не останавливал А если уж Тричковскому Так плохо Да То Как раз ему помощь Можно оказать Но уже тот момент Когда мячом владели Гость Ну и похоже Первая такая серьезная Пауза В этом матче Возникает Все это происходит На 32-й минуте Тричковский Должен В ближайшие мгновения Подняться С газона И все-таки Эту встречу продолжить Кстати многие Именно киприоты А не спартакцы Воспользовались паузой Для того чтобы попить водички Сразу пять человек Это сделали А у Спартака Только Дмитрий Камбаров Которому особенно Никуда бежать Не нужно было Ему на дом принесли Практически Да Ну все нормально Тричковский Продолжит свое участие В этом матче Еще раз мы смотрим Неприятный для македонца Стык Ну так бывает Если кому-то больно Это вовсе не значит Что 100% Были нарушены правила Хотя вот На футбольном процессе Обвинителем Да Наставник гостей Только в путь Мойсов Делает передачу назад Андер Мурильо Баск Как и главный тренер Этой кипрской команды Дальше Катала Возвращает мяч Андеру Мурильо И на правый фланг Вот кстати говоря Уже не первый раз Можно обратить внимание На то что Аек Именно через Хорхе Авельянеду Пытается выходить Из обороны в атаку Либо он Либо Тричковский Вот два самых активных Полузащитника Которые постоянно Оказываются в центральной зоне Но Авельянеда Часто действует чуть правее И их ищут пасом Центральные защитники Очень конечно гол желателен До перерыва Еще раз скажу Но там в Ларнаке Спартак до перерыва забил И еще мог забить Поэтому как нужно Как вовремя эти голы бывают Спартаковцы сами знают То что два первых мяча Очень вовремя получились У них с арсеналом Сейчас У штрафной Заброс промеса Зобнин Казалось первым будет у мяча Но это только казалось При том что Зобрин Мощный, быстрый А тут нарушение было Но ТТ очень проворно действовал Действительно не подпустил Одного из новичков Красно-белых К мячу в этой ситуации Но дальше пас Точным у ТТ не получился И вновь Спартак Спартак за 11 минут До окончания основного времени Первого тайма Пытается придумать Свою очередную уже Атаку в этом матче Пакет тем Аккуратная передача На Дмитрия Камбарова Не на ход Как просил Дмитрий Несколько минут назад А точно в ноги Насчет того быть Тот в макете своего добился А вот здесь мне не показалось Что был фолк Потому что да Он отпустил далековатый мяч Зелуиш Но он тянулся И потянулся точно в мяч А футболист Ну по крайней мере Так это казалось Что называется онлайн Да давайте глянем повтор Ну вот видите Чемпионов Такие штуки Освобождают зоны в центре И еще один рывок Но тут же подстраховка есть И даже тройная Так что ценность каждого из них Повышается Нарез Но на ближний угол Вратарской Мяч был пущен И до него Добрался Кутепов Нет, Зобнин это был все-таки Ну а здесь забег Ещенко пытается напугать защитника Для того чтобы вынудить его сделать Не точную передачу назад Рубеноминио также прессингует Зелуиш Фернандо В центральном круге Аккуратная передача На Сарваторе Бакетти Дальше Промес Который оказался на левом фланге Подключение Камбарова И пошла передача Ну а дальше навес на Зелуиша Вот она классика жанра И удар Зелуиша В сетку на с внешней стороны Ну вы слышите как дышат трибуны Игра не усыпляет Абсолютно точно Она живая Она динамичная Может быть не все получается у Спартака Но делают все правильно Другое дело Что соперник очень прилично Защищается 0-0 Если вот так сейчас игра бы завершилась Пользуя Спартака будут Но время подумать О том что делать в концовке Если будет ничья У гостей еще будет Признаться я думал Что в первом тайме Спартак все-таки уже оторвутся В определенной степени Себя обезопасили Ну для того чтобы это сбылось У Спартака есть еще 6,5 минут Плюс Как знать Может быть что-то австрийский арбитр Все-таки решит добавить Хотя паузу совсем не было Оно и в Ларнаке не очень было Быстро Они не на первых минутах забили Там тоже имели моменты Зобнин непонятно как Не реализовал А забили в конце 1 И могли забить еще пару Ну вот последние минуты первого тайма У нас наступают и сейчас И как правило в современном футболе Это отрезки которые Часто предопределяют Не только ход Но и исход Того или иного матча Так что все внимание на поле Мойсов Передача низа в центральную зону Тречковский Тречковский очень хорошо двигается Но подустал И сделал пас точно на завыше Тот катит мяч в промесу Но слишком слабо Лучше бы наоборот Только было бы больше Но Не все так бывает как мы хотим Нельзя расставить По своему желанию Опять оброняется очень неплохо Футболист Айка Арбитр фиксирует просто аут Без нарушения правил И бросать будут гостя Дискомбаров и Джано Друг с другом поговорили Джано не очень удобно Вбросил Дмитрию мяч Прямо в Что называется В пресс А пока ушло время на обработку Футболисты Айка вернулись И отобрали у спартаковцев мяч Поэтому здесь Такой рабочий момент Залуиш В прекрасном стиле Выиграл борьбу за мяч в воздухе И фола нет Хотя лежит там игрок Кипрской команды И тренер Показывает что Была икра локтем в лицо И собственно говоря Из-за этого Здесь такое столпотворение В технической зоне Айка Четвертый арбитр подошел Чтобы разобраться Успокаивает кого-то Из даже не тренерского штаба Из администраторов В общем Момент Довольно эмоциональный Но если действительно Была Игра локтем в лицо То конечно Это желтая карточка Давайте посмотрим Что произошло Ну нет Здесь по-моему Локтем не было Здесь уже рука была Прижата к корпусу Друзья Луиша Когда она коснулась В лицо соперника Но такого акцентированного попадания Локтем в лицо Действительно не было Отбивает мяч Футболист Айка Алвес Вроде бы ускорился Но легко Макеев Его опередил Перехват Зубнин Направо нужно играть Так оно и есть Зе Луиш оказался Вот там на правом фланге Еще одна ситуация Где лучше бы наоборот Да вот там был промес А Зе Луиш мог бы принимать Этот мяч В штрафную площадь Лучше бы везде был промес На самом деле Он настолько здорово играет Сейчас Гарри Фстарь Ну а тут Фернандо Наскочил На соперника И правила все-таки Нарушил На газоне оказался Хорхе Абельяне Очень неплохо Спартак вновь стал Следит за тем Чтобы не падал темп Этого противостояния В последние минуты Красно-белый Из аута Мяч в игру Водит быстро И штрафные Разыгрывают С максимальной скоростью Действительно Очень здорово Перемещаются по полю Понимая Это не самая сильная Киеву Абельяне Вновь создавать Свободную зону А не находить Уже имеющуюся Мяч потерян В принципе промес Упустил его За пределы поля Но там передача Конечно На него была Далеко Не идеально исполнена Ну просто аут Сейчас злится промес Игроки аут Явно не торопятся Водить мяч в игру Потому что для них Тут 0-0 В первом тайме Это не самый худший вариант Мы на одном из повторов Видели Как он В общем-то Сгримасничал так Когда же Зелуиш не лучшим образом Отдал ему пас Я далек от того Чтобы из этого Прям Вытаскивать какую-то историю Что он там капризничает Нет Это может просто так Не получилось И склеил физиономию Ничего страшного На самом деле Общаясь Со многими тренерами Я понимаю Что это хорошо Это значит Что промес Не все равно Да И я думаю Что многие наставники В том числе Дмитрий Алинич Могут только порадоваться Такому проявлению эмоций Потому что промес Показывает Я хочу забить Я хочу чтобы моя команда Выиграла И это действительно Очень важно Он не выключается Из эпизода Кстати бывший тренер Сборда России Фабио Капелло Рассказывал Что приветствовал Драки Ибрагимовича И Джонатана Зибина На тренировках Потому что знал Что особенно перед матчем Это здорово Если они будут заведенными Пусть даже злыми Сами на себя Ну и наверное еще Потому что знал Что Ибрагимович Обычно побеждал Все-таки потерять Зибина Не так страшно Как Ибрагимовича Перед каким-нибудь Важно в матче Но у нас матч Тоже не из категории Обычных 30 секунд остается До окончания первого тайма Спартак Айк Третий коллекционный раунд Лиги Европы По прежнему Нули на дабло Но нули Это то что Сегодня В пользу Спартака Одну минуту Дамаз Добавят к первому тайму И опять подстраховочка Запаздывает Есть возможность Даже может быть ударить Тречковский В штрафной Но обработка его подвела И даже у главного Здесь Айк не получит Но все равно Временами тревожно Потому что Одна-другая Контратака У Айка доходит До того Что кто-то из футболистов Бьет по воротам ребрового Наверное Самый хороший шанс Был у Андре Аудеса Где-то в середине тайма Когда из очень хорошей позиции Он с левой ноги Просто не попал В створ в ворот Но еще расскажем Слишком Зыбкая почва Один пропущенный меч Кардинально меняет ситуацию Для Спартака То есть нет ощущения Теплые ванны, да? Именно В принципе Вот удивляться ли этому Или нет Я не знаю с чего Учитывая влажность Штухотун Может быть есть ощущение сауны Но совершенно точно Не теплые ванны Для московского Спартака И так уже пошла Единственная компенсированная К первому тайму минута Ребров далеко вперед Выбивал мяч В сторону Зе Луиша Ребров Кстати говоря Пока По большому счету В игру не вступал Неплохо Кутепов Высоко поднимает мяч Над газоном Открытие арены Но приземлиться Ему должен был Помочь Бакетти Но в общем-то Первый тайм закончился Австрийский арбитр Дает свисток 0-0 В матче между Спартаком и Аэком Давайте Сделаем паузу На 15 минут После чего вернемся И узнаем Проходит ли Спартак В следующий Раунд Лиги Европы Но прежде чем Мы с вами попрощаемся Мы еще и вспомним Ключевые моменты Первого тайма Вот так все начиналось Удар Жанно Я лучше скажу Все было впервые вновь Все было впервые вновь Да Мы уже сказали Что это первый Еврокубковый матч Московского Спартака На Открытие арены И вот пожалуй Самый нам динамичный Самый красивый момент Первого тайма Здесь чуть-чуть Не хватило Перекватка хороша Но Ещенко Чуть-чуть С линии вратарской Не подстраивается Под мяч Это штрафное восполнение И Промеса Мы его много хвалили И я считаю Что здорово сыграл И Лордаке И великолепно сыграл Против Туликов Но все-таки У Промеса были Таймы-то и поярче Нежели сейчас Да Ну что ж У Спартака естественных Моментов было больше Но пока не забили С надеждой на то Что Спартаку Удастся это сделать Мы с вами ненадолго Мы возвращаемся На открытие арену Где не совсем закрытый Но пока малорезультативный футбол Мы наблюдаем В матче третьего раунда Квалификации Лиги Европы Спартак А их ничья 0-0 После первого тайма Ожидает ли футбола открытого Наверное уже время такое Что результат важнее К тому ли замена Которую сделал Дмитрий Олегничев Или нет Но сразу скажем Вместо же оно Появился на поле Денис Глушаков В принципе это игрок Не столь безоглядно Атакующий А направленности Хотя по всей вероятности Да и И треугольник Сейчас Спартака Развернут Фернандо чуть глубже Глушаков Изобнен ближе к чужим воротам То есть Спартак Продолжит играть в атаку Но пока в первом тайме По результату Не получилось Роман Нагучев Окропки поля Роман Гудсай Это Юрий Розенов Об этом матче С открытия арены У команды Представляющей Кипр Пока замен нет Напомним вам составы Играющих сегодня коллективов Рубен Миню Под пятнадцатым номером В воротах у гостей Шестой Давид Катала Капитан команды Пятый Даниэль Мойса Восемнадцатый Андер Мурильо Семнадцатый Хуан Маортиз Десятый Жуан Томас Двенадцатый Иван Тричковский Седьмой Хорхе Авельонедо Четырнадцатый Владимир Полевич Девятый Андре Алис Одиннадцатый ТТ И главный тренер Имманоль Идьякес Московский Спартак Который начал С попытки через левый фланг Пробраться к чужой штрафной Попытки безуспешной Но мяч пока контролирующий Игра в следующем составе Артем Ребро в воротах Три центральных защитника Сарватору Бакетти Шестнадцатый номер Илья Кутепов Восемнадцатый Евгений Макеев Тридцать четвертый По краям Андрей Ещенко Который едва ли не активнее Всех форвардов Справа номер тридц Восьмой Слева Дмитрий Камбаров Который пожалуй не активнее Всех форвардов Но один из самых активных В любом случае Номер двадцать третий В центре поля играли Одиннадцатый номер Фернандо Сорок седьмой Зобнин Собственно они там сейчас И играют Вот потому что Денис Глушаков Ближе к линии атаки Расположился А линия атаки Состоит из Квинси Промеса И Зе Луиша Вот такой состав Дмитрий Оленичев Главный тренер Спартака Выставил на этот матч Вернее Так он выглядит Во втором тайме Потому что Жаной Играл первую половину А Эк идет еще одну атаку Но здесь коллективными усилиями Камбаров и Глушаков Сумели мяч Спартаку вернуть И Зобнин Сам-сам-сам Пока может идти вперед Его никто не успевает накрыть Передача направо В направлении Квинси Промеса В штрафную площадь уже врывается И сам Зобнин И Зе Луиш Но Промес идет сам Играет Зе Луиш Мяч под левую Промеса Его было явно некомфортно От этого Ну еще вкратце по кадрам С вашего позволения Константин Асхарламбидис В первом тайме Разминался И даже взял с собой Футболку в раздевалку Но вернувшись обратно Остается одним из самых активных Из тех Кто разминается Поэтому скорее всего Это будет первая замена В составе гостей Это легенда Кипрского футбола Ну и там Что-то вроде Я уж не знаю Что-то вроде Загоракиса в Греции Ну и в первом матче Между Спартаком и Аэком Как раз Константин Асхарламбидис Вышел Я думаю, что его многие помнят Потому что у Апоэла Кипрского Когда-то был Такой вдохновенный сезон В Лиге Чемпионов Когда они из группы вышли А в группе тогда с ними играл Зенит И вот Асхарламбидис был В той самой команде Спартак сел назад Очень большим числом игроков Только Промес и Зелуиш Остались в центральном круге И этого замяло действие Быстрой контр-атаки Не получилось Катала с мячом Это уж даже не позиционная атака Это попытка вытащить Спартаковца На себя И потом передача Куда-нибудь на фланг Или сразу на Альвеса В атакующую линию Что-то там приду Андер Мурильо Вновь Катала Действительно не часто В этом матче Так долго Мячом владели Футболисты Представляющие чемпионат Кипра Но сейчас потеряли И в итоге передача В направлении Денису Глушакова Пошла на там Хуанму Ортис Который в первом тайме Не всегда справлялся Дмитрием Камбаром Здесь вроде бы справился Но потом как здорово действует Зелуиш и тот же Глушаков Зелуиш будет делать Передачу Низам А мог ведь И в свои ворота сейчас попасть Самое удивительное Что Ещенко Который мяч перехватил Который эту атаку начал Добежал до чужой штрафной Вернулся назад За Томасом И вот на этот перехват Он все равно успел Пусть не к линии вратарской Так и на угол штрафной Добегает 38-й номер Удивительная просто Скорость и объем работы Правого защитника Московский Спартак Подача углового Конечно в направлении Зелуиша Был направлен мяч Одну хорошую домашнюю Заготовку Спартак После углового Сегодня уже продемонстрировал Это было в первом тайме Когда мяч под удар Джано Отдавался Но в остальном Это был третий угловой Спартак А нельзя сказать Что он провоцировал Хотя бы один из них Какую-то реальную опасность В ворота Мрубина Минио Удары издали И опять в руки голкиперу Кстати по поводу Стандартных положений И на случай обороны И на случай атаки Здесь заготовлена Здоровенная черная папка Ее открывает Помощник главного тренера Смотрит И потом показывает Соответствующую цифру Подающему Видимо там есть Такие заготовки Но это у гостей Я так понимаю Конечно Конечно А пока нет стандартов Они пытались атаковать сходу Артем Ребров Мяч поймал Очень легко И Спартак Опять на дриблинге Кстати на дриблинге Начинает получаться Ром Проходит центральную часть поля Зубнин Хорошая передача В софтрахной Промес Разворачивается Четыре игрока Спартаковца Пятый Глушаков Набегает Промес Отдает Зубнину Удар Поворотом Меня В створ попадаем Пока все что летит Все в створ Но за это Голов не засчитывает Да Но прямо в руки Вратарю получается Конечно Второй тайм будет интереснее Потому что Айк уже начинает Чуть-чуть раскрываться Именно кипрской команде Нужно забивать Для того чтобы Надеяться на проход Следующий раунд И этим может Воскользоваться Спартак У которого есть Быстрые игроки Не в этом смысле Денис Глушаков тоже Может определенной помощи Оказать Потому что Глушаков Может делать Очень точные передачи На любое расстояние Но обижаться Водные зоны Это наверное То что с удовольствием Будет делать Квинси Промес По поводу стандартных положений Конечно интересная история Я знаю что многие Футбольные тренеры Буквально недоумевают Почему баскетболисты Хоккеисты Могут помнить По 10-15-20 комбинаций А футболисты И трех Порой не способны В своей голове удержать Так что действительно Иногда приходится Все объяснять на пальцах Ром Ну там просто надо Все делать руками Это гораздо легче А это другое искусство Ногами Нет Здесь же вопрос в том Какую позицию занять И куда побежать потом Ну да Но это нужно исполнить Помнить то А не помнить Помнить то той другой Третьей головой Ром Хотя бывает что и руки помнит Я понимаю Руки делают Ну что ж Спартак Спартак сумел переместить Акцент игры На чужую половину поля Воложаков Как-то Вежливо Слежно Делал передачу Да Томас Нет прошу прощения Томас рядом Да Разорнил съезд Просто сейчас Ну Ну наверное Где все-таки Чучетин уступил Очень сейчас Забавно разминаются Запасные Команды АЕК Они все повторяют За тренером По физподготовке И действительно Очень четко Исполнили Поставленные перед ними Задачи Нажали Нажали Опять забрали мяч Зобнин конечно Вот игра Сейчас рядом со мной Производит Очень приятные впечатления Он такой широкий Широкоплечий Очень Неудобно сложен Для того чтобы Вести с ним Единоборство И поэтому Борис Томас Вообще неудобно С ним ничего сделать Практически И кроме того Он великолепно понимает Игру партнеров Любое его решение Продиктовано логикой Поэтому сейчас Мой тезка Да и Роман тоже Фернандо В порядке Хороший пас На Камбарова Штрафной уже Защитник Спартака Выбили Опять Фернандо Отличную передачу делает А теперь Опять он на подборе Ну и тоже Неплохой пас Пусть и назад Но точно в ноги Артему Рябнову И передача Которая позволила Так сказать Перезагрузить Вот эту атаку Московского Спартака Фернандо с мячом В центральном круге Притягивает мячи Но решил через фланг Не играть Два получилось Переда Не очень сложных Решил уж совсем выполнить Ультра Си Передача Не получилось Больвич Переводит мяч Ближе к левой бровке Здесь Домас Да Именно он Котова Ну и даже сейчас Мы видим Что три центральных защитника Остаются на своей половине поля В центральном круге Оказывается Тричковский Который открывается Временами под передачу Ну а все остальные Уже бегут вперед В первом тайме Конечно так Айк не играл Нужно забивать Команде представляющей Чемпионат Кипра Фернандо Зубнин 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 Все-таки Сделал он передачу В направлении Квинси Промеса Но Зубнин Действительно И в прошлом сезоне В составе Динамо Который Как мы помним Вылетел И который В общем-то Игры Но Зубнин Все равно Выделялся Вот именно Своим интеллектом На фоне многих партнеров А я все-таки Прежде поставлю Объем конечно Работы Потому что Вот два человека Сейчас Я считаю Что Юсупов Изобнин Кстати Опа Из Динамо Из Динамо Заменил один Другого За Луиш Мячом А та же Покати Спокойно Выведи Один на один И Угловой И я хотел сказать И уж этот Кто не промахнется А оно вон Как вышло А там великолепно Сыграл Бакетик Который отобрал мяч И пробежал еще метров Пятьдесят До лицевой линии Чтобы его подключили К атаке Но За Луиша Видел другого партнера Тоже в общем Было неплохо Обязан был забивать Конечно Тем более Бакетик сам уже В офсайт забежал Но чуть-чуть Затормозил Квинси В первой площади Но здесь не было Нарушения правил Важно сейчас Спартаку Создавать момент за моментом Тогда может Наконец случиться Первый гол В этой встрече Но второй Супершанцевый Спартак В этом матче Тоже упустил Ещенко И Промес Это были Голевые эпизоды За Луишу Показалось Подталкивали Ну а здесь Давайте еще отметим Прекрасно сыгравшего Центрального полузащитника Хорхе Авельян Неду Который вернулся И спас Свою команду От пропущенного Мяча Свистят болельщики Рубен Миннио Очень неспешно Вводит мяч в игру За Луиш Сбрасывает партнеру Зобни Фолл был Фолл был Он зафиксирован Сейчас очень здорово Открывались оба Крайних защитника Спартака И вот мы видим Мяч не выловил Мяч не выловил Показывает большой палец Благодаря товарищу По команде За это великолепное Техническое действие Ну кстати любопытна Была еще и реакция Фернандо Который жестом Не стал показывать Мол ну что ж ты Ященко Мяч ты не смог обработать Фернандо тоже Извинился перед Ященко За то что сделал ему Не идеальную Как показалось Самому Фернандо Передачу Очень интересный момент Именно в плане Выстраивания взаимоотношений В новой команде Со стороны Спартаковского Бразильца Кутепов Макеев Но нужно со своей Половины поля Побыстрее мяч Спартаком Выбить туда В сторону чужой Ну вернее не выбить А доставить Потому что Спартак Это не та команда Которая выбивает Здесь все задумано Ради комбинации Проми Сыграет налево Камбаров Золуиш Страфной площади Камбаров Низом решил сыграть И на ближний угол А Золуиш туда Не открывался Тричковский Неужто выиграет Этот заперк Мне не казалось Он столь быстрым А он великолепной Передачей На Альвиса Пытается сразу Но там Ребро Ты знаешь У меня вот Ощущение Которое оставлял Промес В первые 60-70 минут Матча в Ларнаке И против Туляков Ощущение порой Всемогущества Какого-то Вот сегодня его нет И это проблема И это проблема Еще один Согласись Сегодня был Промес Может потому Он и злится Что он и сам Не всегда обыграет Пока Действительно тревожно Потому что Вроде как Счет Еще в эти минуты В пользу Спартака Но один пропущенный мяч Я не могу его исключать До сих пор Потому что Вот какая-нибудь Шальная контратака Айка Удар со стандарта Мы видим Что у них есть Игроки с хорошим опытом Тот же Тричковский Так же выступал За АПЛ Как и Харламбидос Который вполне Может появиться В ближайшие минуты На поле То есть здесь Есть люди Которые могут Один раз попасть И здесь К счастью Овса При этом играет Спартак Неплохо Тоже правда Играет прилично И создают моменты Ром По-прежнему Спокойствие На скамеечке Спартаковской На спартаковской Да У меня Меня здесь Скоро с ног Собьют Положение Вне игры Действительно было И здесь Конечно А ты сам лезешь А я не А здесь Дело в том Что Моя командарская позиция Находится Вот я такое впечатление Что здесь Какой-то Некий Помощник Главного тренера Причем По видео Потому что Они все время Заглядывают Наш эфирный монитор Ну вот и сейчас Может быть у них Появится повод Нет Не появится Здесь действительно Было нарушение правил Со стороны игрока Спартака И Промес завелся Промес начинает спорить Но он тут не прав И хорошо Если без карточки Обойдется Хорошо Закрыл Корпусом Мяч Андро Мурильо И Промес Не смог его Сохранить в игре Кстати Мяч ударом От ворот Ведет самый Ну вернее В данном случае Пробьет штрафной Удар Самый титулованный Игрок этого матча Рубен Как раз Миньо Голкипер Выиграл Чемпионат Испании Выиграл Кубок Испании Суперкубок Причем Два раза Лигу чемпионов Суперкубок Куэфа И естественно Клубный чемпионат мира Кроме того Он чемпион Европы Среди молодежных команд 2011 года Удивительная ряда Но это действительно так Да И при этом Ни в одном из турниров Он по-моему не играл Да Что тоже забавно Но в заявке был Ну кстати говоря Не в каждом турнире Если ты просто в заявке Но не провел ни одного матча Ты получаешь медаль Так что медали И победить в Лиге чемпионов У него нет Алвес Не смог сделать передачи Вот это хороший Потенциально Перехват Который потенциально Может помочь Спартаку организовать Голевую атаку Но потом как-то Слишком медленно все было Фернадо Как-то на него надежды больше Чем на любого другого Сейчас Потому что Но Фернадо Процентность передачи Дистанция не имеет значения Причем вот Очень правильно сейчас сказал Дистанция не имеет значения Он все время отдает Точно туда Куда хочет И конечно Когда такой игрок Появляется В нашем чемпионате Он сразу обращает На себя внимание Потому что Ну немного К сожалению Таких исполнителей В России Ну как мне кажется Пока вот через него И только через него Строить игру Спартак не очень готов Он тут вроде открывается Прыгает где-то в район Круги Бросит мяч Но не то что просит Глазами ищет мяч Но Спартаковцы Флангами его подтаскивают Чужой штрафной Там 4 игрока Можно было и подать Но очень плотно играет Защитник Пакет тем Передача на Фернандо Тут же следует Ответный пас Камбаров На левом фланде Зубнин Сместился в эту зону Сейчас именно ему Точно в ноги отдает Дмитрий Камбаров Зубнин Пытается один в один Обыграть Мойсова Бросил назад Камбаров Зубнин Штрафной площади Ждет Зелыш Открывается Квинси Промес Получает передачу Но дальше ошибается Как сейчас носится Промес То за одним соперником То за другим Они все из-под этого прессинга Уходят Томас Томас ТТ Передача опасна Вот пожалуйста Очень похоже Так и кнулось Да потому что Все это Очень было похоже Структурно На тот гол Который у себя Дома забил И как раз ТТ делал передачу Кстати отметим Ошибку Арбитра бокового Потому что Был здесь А в сайт И отметим Что все таки Салвесом Два спартаковца Вернувшихся Сыграли Очень внимательно И в этом Разница была С матчем Ларнаки Потому что Паст не дошел А вот я здесь Смотрю в эту Замечательную Черную книжечку И подсказывает Игрокам Которые вне Штрафной площади Находятся Куда они должны Бежать при подаче Но в итоге Никто никуда не побежал Просто занят Свои позиции Книжечка закрылась И легла у ног Помощника Главного тренера Антонио Итальго Интересно Вот за такими Вещами наблюдатели Здесь ничего не скрывают В том числе и то что пишут Поэтому Если Не скрывают Подожди Тебе подглядывать Второй тайм Только позволили Да Сейчас они уже Во власти своих эмоций Забыли про то Что у меня Красно-белый галстер Харламперис По-моему Там скоро выйдет уже Да Разминается Что по спартаковским Заменам По спартаковским Заменам Там Мельгареха Скорее всего Нет Более других Иховелин попов Причем Причем больше того Футболисты Спартака Выходили Из-под трибунного Помещения И именно попов Раздавал всем пятерки Что-то говорил на ухо Очень живо так Рьяно Наставлял на второй тайм И сам Быстренько Быстренько побежал В раздевалку Я уж не знаю Там какие-то Сделать перерывные дела И потом вернулся Разминается Пуще остальных Так что вероятно Рома прав Скорее предпочтет Именно попова Но Мельгареха Тоже среди тех Кто сейчас разминается А вот атака Спартака И здесь Последнюю секунду Выручает свою команду Андер Мурилио Выбивает он мяч И опять есть шанс Для быстрого ответа У Арика Но хорошо Что у них своего Фернандо Нет Здесь пас конечно Был не лучшим образом Исполнен Я понимаю Что 25 Не 38 Но все-таки Я кстати О температуре А не о возрасте Говорю Вот Но Не исключаю я От того Что подустанут Водичку-то пьют Наверняка И именно поэтому Совсем скоро Должны пойти Игра вскроется Опять Ещенко Ну кстати Ещенко Насколько активен И полезен Был в первом тайме Во втором А ведь уже практически Половина позади Активен он так же Активен так же Но менее полезен Потому что он Никак не может Мячом работать Кстати пас Фернандо Опять был Хоть куда ДТ Бросает вперед Здесь Илья Кутепов Дальше Что двинул вперед И Фернандо Пробивает Но это В общем-то Повторение пройденного Так били все его партнеры Капир Вот это Пятый И шестой Наверное Абсолютно Однотипные Сейчас скажут Что Менью Отбил 29 ударов Но при этом Ни одного сложного Тричковский Назад На капитана Катала Мурильо Катают 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 Меч Соперники Красно-белых Корхе Авелленеда Катала Ну так уже Вот на чужую половину Поле переместились Стало быть Своего добиваются Замена готовится У Спартака Сейчас Попытаюсь Подсмотреть Кто вместо кого 47-й Зобнин Вместо него пятый Вместо Зобнина Румула Румула Да Ну это замена По позиции В общем-то В опорную зону Опасно Может быть Планировалась Передача Я так понял В центр штрафной На мяч с ноги У Томаса ушел Но может быть Томас и сам не понял Чего он тут планировал Выглядело как-то Это Несколько нелепо Макеев Просто выбивает мяч вперед Но попадает В направлении Залуиша Это уже не первый раз В сегодняшнем матче Залуиш одним касанием Пытается находясь Спиной к чужим воротам Сбросить мяч на ход Партнер Катала И опять Центр передачи Боревич Морилья Мойсов Дальше Хорхе Абериан Эдан Назад На Мурилья Можно прислуговать Залуишу Вынуждая делать Передачу назад На Руэна Минио Но тоже Что значит Испанский тренер Да и испанская модель Но не хотят Выбивать мяч вперед Пытаются Низом Вот так вот Через контроль Через контроль Но испытывая проблемы Понимая Что любой пас Может оказаться не точно Все равно пытаются Сейчас Даже слишком Этим увлеклись Как будто Задачей было Просто мяч сохранить Кстати Вот тут двое Собрались Тут и Томас И ТТ И ТТ ускоряется И это все планировалось Передача за спину Спартаковского футболиста И по-моему Угловой Уорота Реброва Кутебов последним коснулся Он страховал Ещенко В данном случае Так что Так что угловой Да Замена у Спартака Уже готова Но похоже Подождут Исполнение Вот этого стандарта Красно-белые Лишь потом Место Зобнина Появится на поле Ромула Так что-то еще Здесь подсказывает И Да-да-да Вот Подача Причем Видимо на дальнюю Это из черной книжечки Да Сейчас выясним Насколько я правильно Понимаю Схемы Есть такое Ведь могло бы Достаточно Опасно Теперь еще С кого-то было Мяч летел Да На бреющем И опять через фланг Под правой Себе Испанец Укладывает И с 11 метров Но не так опасно Из борьбы Но все-таки Опять удар По воротам И так замена Зобнин уходит Ромула Вместо него Ну а Спартака Сейчас кто-то лежит В штрафной площади Это не Зобнин Потому что Зобнин Уже спокойно Меняется с Ромулом Кутепов по-моему Похоже да Потому что Макеев И Бакетти на ногах А вот Кутепов Только-только поднимается Ну кстати Тепло проводили с поля Романа Зобнина Бывшего игрока Московского Динамо И болельщики Представители тренерского штаба Спартака Он тоже действительно Хорошо сыграл А вот сейчас Уважаемые телезрители Поверьте просто Ромула Отправившись на позицию Опорного защитника Мы смотрим сейчас Атаку Да и Вот фрагмент Где может быть Повреждение получил Кутепов Ромула прошел Мимо Фернандо Ромула отправился Глубже Похлопал Фернандо По плечу И показал ему пальцем В сторону чужих ворот А там знаешь Юр Как было Было Рома Было да Там Оленичев Когда давал ему установку Он показал ему Три пальца И Ромула Показал между двумя Между указательным И безымянным И отодвинул Этот средний палец Назад То есть показывая Что Ромула Играет глубже А Глушаков и Фернандо Это вот как раз Указательный и безымянный Чуть впереди Вот-вот-вот Я и думаю Что сейчас Фернандо Будет играть ближе К линии атаки Посмотрим Его на этой позиции Что сможет дать У Спартакова Оставшиеся 22 минуты И вот как раз Прекрасная работа Наших коллег Мы видим эпизод Когда очень четко Буквально на пальце Объясняет Оленичев Задачу Своему футболисту Просто браво Просто браво Браво да Спасибо большое Бакетти Кутепов Снова Бакетти Но многие стоят Вот сейчас побежал На правом фланге Ещенко Тут же заметил Это Ромула Поэтому последовала передача Ещенко действительно Как будто Организовала жизнь На этой бровке Браво ТТ Слышно Похвала Со скамейки Аека Но кстати Вот на этой бровке Сейчас уже намного активнее ТТ и Томас Меняются местами Потому что Ещенко Как им кажется Может застревать И это шанс В эту зону Можно ловить соперника Но пока с мячом Спартаковце И это хорошо Камбаров Попер Я не побоюсь Этого слова Вперед зарабатывает Корнар Жаль что не прошла Передача у Дмитрия Камбарова Ну а все остальное Было сделано Просто блестяще Угловой заработанный Квинси Промес Будет его исполнять Ромула появился на поле Он естественно тоже Как и Бакетти Как и Кутепов Как и Зелуиш Вот те персонажи Которые совершенно точно Пойдут в чужую штрафную площадь Остался Ещенко сзади Остался Кутепов Кутепов Макеев остался сзади Все Побороться Побороться Важно сейчас Замечить Дмитрию Камбару Он Да Опускаясь в волну Но И без карточки Еще Не дала Воспорность Да Повести быструю атаку Еще и при этом Достаточно деликатно Нарушил правила Поэтому арбитр Его не предупреждает Сегодня же карточек У нас вообще не было Правда А идет уже 71-я минута матча Личковского чуть-чуть не накрыл Денис Глусаков Жалко В четвером Спартаков сейчас Прессингуют соперник Как раз Глусаков Фернандо И атакующая пара Бакетет играл назад Андрей Камбарова И здесь офсайт У Промеса Я скажу Что сейчас По-моему Будем смотреть повтор Мне кажется Арбитр ошибся Он среагировал На поднятый флаг Но флаг-то был поднят На Зе Луиша Он находится В офсайде У Промеса Офсайда нет А у вас на Промеса идет Мне кажется так Возможно Что и у Промеса тоже Но я не знаю Но мне кажется Ну что ж Таким устревоженным Промесом Мы тоже давно не видели А не получается Не получается И просто не вышло В первом матче Получалось все В районе 70-й минуты Просто он устал Банал И тоже начал Там где-то И по ногам Сзади Разочек ударил Но я не в осуждении Никоим образом Это лидер Спартака Он сам это понимает Прекрасно Ну такая попытка Обыграть Один в один Действительно было Здесь нарушение правил Свалил Свалил В следующий раунд В Лиге Европы Один гол Все изменит Ну что ж Пока подает Владимир Полевич Борьба в штрафной Вылетает оттуда мяч ТТ И заброс Пошел Квинси Сейчас браво Миньо Браво Сейчас Нойер Такого исполнил Вышел Да И если бы Конечно Не вышел За пределы Штрафной Вратарь Айка Квинси Уходил бы Чисто Один на один Да Рисковал Конечно Миньо Но с другой стороны Иного способа Спасти Свою команду От выхода Один на один У него не было И он справился Лушаков Подача Штрафной площади С правой ноги Не дает Нанести удар Это Каталам Ох как сейчас Робула мимо Пролетел И раскрылся Спартак Аллес попадает Мячом В Кутепова Ну и дальше Макеев Самый простой И надежный Вариант Выбирает ТТ И снова ТТ Рядом с ним Оказывается Томас Аверианная Да Муриля Болевич Опустился Достаточно Глубоко Вновь у него Мяч Стричковский Рядом с ним Спартак Центральную Часть В поле Освежил Там Укрепил Не укрепил Но это точно Абсолютно Два человека Свежих Играют И Ромула И Глушаков Ну причем Это люди Которые Ну Глушаков Вообще Капитан команды А Ромула Словно тот Кто претендует Мяч Это Денис Абсолютно 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 на самом деле я не могу знать насколько больно за луиша он сейчас до сих пор я смотрю потирает там ушибленное место вот но то что он находился во всаде там несколько десятков секунд а вы же его пальцем в глаз соперник попала но тогда его стоит пожалеть да как тут уйдешь да очень спасибо очень очень приятно меньше 15 минут на окончании основного времени матча две замены сделал дмитрий линчев и пока ни одной его визави напомним хотя все вы наверняка знаете уважаемые телезрители первый матч между этими командами на кипре завершился в ничью 1-1 ну так что если вдруг счет это повторится то будет продолжение ну-ка здесь что-то желтая конечно рукой за все это было под нами прям буквально под нашей коментарской кабиной поэтому тут мы видели может быть не лучше чем судья на линии но точно лучше главного этот момент да и причем несмотря на то что правило нарушил именно игрок аека именно ему требуется помощь и здесь будет еще одна замена и появится на поле в составе киприотов 14 номер не четырнадцатый уже на поле видимо уйдет больевич а кто же тогда в его амуницией здесь значит на его олимпийке 14 номер а сам он под шестнадцатым это я вот вот только сейчас я это увидел когда он стянул себя это с томас ивану на кипрский защитник ну все правильно желтую канюшку показал мурилио главный арбитр действительно он ее заслужил спартак будет исполнять штрафной это сделает дмитрий компаров а не квинси промес а мурилио готов уже вернуться на поле нет не готов еще добивает последние боевые 100 грамм на поле и и пока не возвращается это плюс для спартака потому что мурилио один из центральных защитников это высокий игрок обороны и на стандарте его может не хватить давайте смотреть подачи амбарова и удар можно было наносить промесу как же так и промес не попал и мяч который скосил промес чуть-чуть туда не был выловлен денисом глушаковым но это уже и фарт не фарт денис не было в офсаде может быть даже чуть больше повезло бы ему храм битис выйдет вместо катала но вот это уже игра в атаку значит изменится скорее всего схему наставник айка пока подача вторую площадь красно-белых здесь кутепов в пакете но не тому сбросил мяч а вот теперь уже значительно лучше можно самим бежать вперед неплохо очень неплохо промес но в темп опять с ним мурилио сыграл и промес не отпихивал соперника но руками работал не надо не надо там вместо мурилио что они поменяли да рокировку замен сделали да да поменяли они потом пошли передали другой протокол но наверное можно подумать что это связано с желтекаршкой который только что получил мурилио если сейчас айк пойдет вперед соответственно защитником может быть придется фаллить для того чтобы не пропустить быструю атаку спартака и поэтому лучше иметь пускай 36-летнего защитника по фамилии катала но без желтой карточки на случай если фалить ему где-то в районе центра поля придется ну и под 70-м номером харламбидес действительно легендарный футболист для кипрского футбола хранбидес естественно пошел играть вперед в атаку но если это похоже теперь двадцать ранних защитников тречковский опустился назад но наверно просто не тут но допустился надо чтобы мяч принять отыграться до выпадать включение с правого фланга в нашу штрафную небезопасная но руками подталкивать не надо но там как раз от штрафовара и ваша бода тоже как раз харламбидес там оказался и неаккуратно сыграл против дмитрия комбарова но вот предыдущая быстрая атака спартака заброс вперед когда робин меню как раз выйдет из ворот и отберет мяч у кинси промеса а это прекрасный шанс еще ближе голы опять менее спасает свою команду здрасте требову сейчас затяжку еще желтую глашаков и опять за луиш выиграл борьбу за мяч в воздухе камбаров передача штрафную повыше бы все ближе и ближе все более напряженный выглядит каждая минута макеев самый быстрый игрок в этом составе спартака но так он поначалу и проспал сам сломается починил те кто любит проспать очень часто оказываются шустрыми потому что они опаздывают еще одна замена готовится у гостей а коран выйдет на поле еще один испанец да коран баррера восьмой номер будет если я ошибаюсь вместо ортиса 33 года этому полузащитнику но посмотрите уже прессинг не так а вот торты как раз получил мяч и разгоняется там у себя на правой бровке с харламбидисом вместе то есть туда на правую бровку два свеженьких игрока я так понимаю харламбидис уже вышел но сейчас просто пойдет вулын наставник айка потому что осталось 10 минут с учетом уже добавленного времени и для айка все решается как и для спартака и это вновь ещенко правда ведь промес решил пробежаться по флангу ушел 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 мяч на поле выйдет а коран он естественно играл всегда в таких низших лигах не очень известных командах но когда выступал за клуб по ферадина испанский забил мадридскому реалу но по моему уходит не ортис по моему борьевич ром да то есть снова снова некие исправления которые видимо они специально делаю чтобы я подумал одно это его свитер виновата понимали пика наверняка холомбидис очень глубоко опустился для того чтобы принять мяч и наконец-то при поучаствовать в атаке своей команды вытягивает вытягивать пытаются футболисты айка спартак не должен этого делать конечно хорошо бы сейчас спрессинговать отобрать убежать четвером против одного ртаря гол забить и успокоиться но тут мяч то у соперника т.т. все таки вот дотянул спартак до 85 минуты при счете 0 0 когда мы вновь вынуждены переживать за судьбу красно-белых так и не смогли забить мойсов переводит мяч на правый фланг здесь ортис дальше тоже есть партнеры харламбидас открыт ждет передачу паста тоже был неплохо вот этот задуман но не успел открыться андре ауриас ярдер ревров который несколько минут назад уже получил желтую карточку за затяжку времени теперь несколько стремительнее с мячом расстается несколько более стремительно не было нарушения не давали один из глушаков но оспорить данное решение арбитра не удалось т.т. передача по флангу но не аккуратно она сделана и вновь потеря но не уходит практически вот границы зона технической сейчас нервы уже впереди свои моменты не забили у соперника ничего не было спартака было но не вошло но теперь это никого не интересует потому что уже восемьдесят седьмая минута и тот момент если будет он один кстати вы знаете коллеги показательно что оленичев сейчас обратился к за лучшую промиссу и сказал им давайте-ка вы поближе к воротам начнете играть ну а у аека еще одна замена готовится и это 21 номер никос и пока же перевод на левый фланг в направлении т.т.м. такой же скоростной как и одноименная машина в этой ситуации оказался т.т.м. но потом последовал нет это точный пас справа справа набирает один же фернандо промисс его не увидел сразу а теперь выкручивается успокойте нас ребята нет не хотелся завелся против не получается он хочет переломить судьбину упрямством на самом деле вот и вряд ли это хорошо но но сейчас вот три игрока спартака просто у них нет сил чтобы вернуться в оборону и атакует айка идет передача в центральную зону и может быть сейчас перевод на правый фланг и там нет положения вне игры и сразу четыре игрока айка уже штрафной поэтому следовала передача ох тревожно замена действительно у гостей никос энгли зум под 21 номером уходит вместо т.т. но естественно вполне с дальней бровки игроков снимать не буду да потому что команда проигрывает от есть и выигрываешь то тогда замены подобного рода бывают ну и совсем скоро их уже может начать просто забрасывать штрафную площадь спартака и там за него бороться в надежде на то что вот да ой-ой-ой-ой-ой ой-ой-ой-ой ой-ой-ой-ой как же так то ребята ну пропускает спартак на восемьдесят девятой минуте иван тречковский иван тречковский принимает мяч что как такое произойти то могло ну как как забивать надо раньше и конечно фантастические эмоции на скамейке кипрской команды они сейчас по моему думают что Давайте поглядим. Вот он, Тричковский, стартует из глубины. На фсайда нет. Все. Не помешали сделать пас. И вот она расплата. И все это через две минуты после того, как втроем выходили красно-белые, но так и не смогли придумать, что же сделать с мячом в той ситуации. Моментально замену Ром готовят. Да, Мельгареха? Да, Мельгареха. Он уже готов. Тут уже минута осталась. И, в принципе, сейчас, наверное, Спартаку все надо обратить внимание. Там еще идет бурное празднование. Кто-то из игроков Айка пострадал при объятиях своих же. Ну, похоже на то. Может быть, уже просто откровенно время тянет. Тоже не будем это исключать. И теперь Айк все устраивает. У Спартака, ну, наверное, от силы пять минут. С учетом вот этой паузы, с учетом того, что добавит главный арбитр, для того, чтобы забить и перевести эту встречу в овертайм. Иначе гол Ивана Тричковского окажется единственным. И что для нас страшно, победным. Ну, вот тебе на. Дашь слов нет. Моментов столько. Ну, просто дежавю. Первый шанс. Ну, одиннадцатый год, тринадцатый год. Ничья на выезде и домашнее поражение. Это линия Сан-Галин, Легия, да? И сегодня Айк. Директор Нодович Питун. Приседатель директоров московского Спартака. Который, конечно, помнит то, что было и с Легией, и с Сан-Галином. Я задачен сейчас, но я задачен, я думаю, не меньше. Ром, ты тоже. Естественно, что играли плохо. Но напоролись на то, на что можно было напоролись в такой ситуации. В прошедшее время нельзя говорить. Играли, это будет потом. Пока еще есть у нас время. Это правда. Но теперь уже не за счет игроков, а за счет просто настырности. Как вот, ребята, да, на этот центральный круг. И вперед, и побежали. Малагия с Ромова. И дальше борьба. Борьба за мяч, но которую не обязательно нужно выигрывать. Совсем скоро мы узнаем, сколько добавляет главный арбитр. Четыре минуты. Четыре минуты, это хорошо. Ну, там, там, прежать, кипреты. Как у себя дома на пляже. Ну, понимаешь, ну, а как ты их за это обвинишь? Они уж, понятное дело, может, и не слишком рассчитывали. Сыграли, как умели. Обвинять их в этом бессмысленно. Они действительно абсолютно логично сегодня действовали весь матч. Они не раскрылись в первом тайме. Они стали чуть агрессивнее играть в тайме втором. И замены выпускал ведь опытных игроков последние 15 минут матча главный тренер. Тех, кому за 30. Тех, кто знает, как в Еврокубках добиваться прохода в следующий раунд. И они свой шанс получили. Ведь удар автовствор Реброва. Это был первый же удар автовствор Реброва Артема Реброва. Или другие уже просто забылись. Но это абсолютно футбольная история. Когда одна команда владеет мячом, инициативой, создаёт шансы. Один удар пропускает. И потом оказывается на краю пропасти. Но у Спартака ещё есть время. Давайте Вере, давайте Вере в Кинси промеса. Удар с левой ноги не попадает Квинси. И сам же подпихивает мяч Миньо. Нет, ну падать после каждого эпизода всё-таки это уже не красит. Провевший в гости к Спартаку коллектив. Тут меня скоро, наверное, с ног собьёт. Собьёт скамейка запасных. А Ека, она в полном составе прыгает, скачет бедный Мурилья. Да у них чёрную книжечку-то возьми, если что, понимаешь. Может, она пригодится. Или, по крайней мере, больше мешать никому не будет, Ром. Может, на радость их отдадут. Но пока ещё есть шансы. Надо бороться. Слишком уж бессовестно тянут время, если уж что-то пошло. А тут уже вопрос. Кстати, капитан должен обращать внимание арбитра. А как ты обратишь от ворот-то чужих? Ещё одна атака Айка. Андре Ауэс принимает мяч у угла пуля. Здесь самый важный счёт для Спартака – не фалить. Потому что это ещё один повод сопернику время тянуть. Не очень долго мяч разыгрывать. А как не фалить? Четыре минуты уже пошли. Две с половиной из них долой. Я, правда, думаю, что... Надеюсь, что ещё одну хотя бы арбитр добавит. Но он должен. Ромула. Играет дальше на Евгения Макеева. Побежали. Пас не самый удобный. Потери мяча в этой ситуации получается. И Фернандо бьётся, как лев. По дороге тут сносит всех. Но мяч-то для соперников он готовит. Да, потому что... Ощущение, что сейчас уже где-то 15 главных тренеров у команды АЭК. Потому что вот это... Специально выбили второй мяч на поле сейчас. Ну, что делать? Да, это бурилья. Два сайта вперёд. Мяч недавно вышел на поле Инглезу. Но аут. Нет. Опять в пользу АЭКа показывает помощник главного арбитра. Сколько? Уже 3 минуты 20 секунд позади из четырёх добавленных. Ну, вот мяч у Спартака. Ну, вот, может, и последняя атака. Откидка на жёлтую. Но левший спрей с этой жёлтой. В конце концов. Тут нам гол нужнее. Они... Показывают всем. И полетел свои очагаря назад. Наставник кипрской команды. Но мяч прилетает. Иглушакова дальше. В сторону Мельгареку. Но здесь ещё и Ордис. И всё. И всё. Звучит финальный свисток. Я на сих пор не могу это проверить. Но, к сожалению, это случилось. Это случилось. Следующий раунд в Европу проходит АЭК, представляющий Ларнаку. Страна под названием Кипр. Спартак в третий раз подряд вылетает на одной и той же стадии Лиги Европы, не попадая даже в последний квалификационный раунд. После гостевой ничья и при минимуме сомнений о том, что насчёт того, что мы пройдём. И вот момент, который всё решил. Гол-то забит был хорошо. Но обидно, что это 89-я минута и что в наши ворота. Потому что моментов подобных и даже лучше. Спартак имел сегодня ни один, ни два. А вот тут летят спартаковские шарфики в меня. Я стою на бровке. Помните, как когда Спартак вылетал от кошицы, летели эти шарфы в проходящего мимо трибуны Олега Романцева. И вот теперь примерно то же самое прямо здесь, рядом со мной. Ну, конечно, удовольствие сегодня болельщики Спартака не получили от результата. Даже если это и случается, всё равно, ну как бы, да, отплакаться, отругаться, дать оценку верную и двигаться дальше. Потому что когда-никогда все эти серии всё равно имеют конец. Это правда, но и, как ни крути, Спартак всё-таки в последние годы является той командой, которую нам дарят самый широкий спектр эмоций в нашем фоне. Ну, а пока мы понимаем, прекрасно состояние. 4-0 с арсеналом в первом туре до 0-1 сегодня. Болельщиков Спартака, да и, собственно, комментаторов вашего матча. Ошарашенные, в расстройстве. Прощаемся с вами, уважаемые телезрители. Оставляем, наверное, вас в таком же состоянии. Роман Нагучев от кромки поля. Роман Гуцайты и Юрий Розенов. Без комментаторской позиции. До свидания. Болитесь только футболом. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует...